Морской бой. Это сервер в GTA Sam, но не обычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов репли. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное. На сервере нету доната. Вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Новость, которую я сегодня обсужу, она какая-то очень, знаете, подозрительная, очень странная. Потому что ее опубликовали и в Live Mobile, и в Live Samp, в сообществе, в котором, по-моему, насколько я могу знать, вот сейчас могу ошибиться. 60.000 подписчиков, и при этом не отметили Brilliant Roleplay. То есть, это, по сути, не рекламный пост. Тогда для чего его опубликовать еще и в Live Samp? Не особо понятно. Возможно, какой-то заговор есть. Может быть, какие-то еще прочие теории есть. Вот всего того, почему все это произошло. Но лично я вот, я представить не могу, почему нечто подобное вообще может происходить. Однако, ладно. Сегодня мы поговорим о том, вообще, что выпустил мой дорогой, мой любимый проект Brilliant Roleplay. Потому что, типа, ну а почему бы и нет? Я постоянно обсуждаю вот это вот, видите, Brilliant Roleplay. И все проекты, которые также будут появляться во всем этом GTA Samp, GTA CRMP на телефон, на Android, на все прочее. Я всегда все это, разумеется, буду обсуждать. Потому что мне, типа, ну не все равно. Я, типа, хочу, вот так, знаете, внести какой-то, может быть, вклад в развитие всей этой мобильной, новой GTA Samp. Подписывайтесь на канал. У меня тут, кстати, новости выходят практически постоянно. Я стараюсь, по крайней мере, их тут вот так вот выпускать. Поэтому, вот, заходите, узнавайте, познавайте и прочие вещи, разумеется, так же делайте. При том, что предыдущий видеоролик по Brilliant Roleplay набрал уже практически 500 просмотров. Может быть, когда вы смотрите данный видеоролик, он уже набрал 500 просмотров. Давайте будем держать вот эту вот планку и дальше. Я вот буду рассказывать о том, о чем вы такие, типа, о, это же Brilliant Roleplay. Это же тот самый проект, сервер, на котором онлайн 50, и он, вроде как, должен убить Аризону РП по заявлениям некого, такого, знаете, GTA Samp'овского аналитика, ютубера и так далее, ЗДСа. Типа, оно же все должно вот это вот убить. Оно убивает вообще, или что оно делает, в самом деле, не особо понятно. Поэтому, вот, мы живем, существуем и так далее. Давайте уже переходите к самой новости. Что-то я немножечко, так, знаете, затянул. Прочитаем новости с двух разных журналов, которые, внимание, принадлежат одному и тому же человеку. Вот, допустим, в Live Mobile на Brilliant Roleplay добавит риэлторское агентство. Точка. Ну, типа, тут все понятно, тут даже разбираться в этом особо сильно не надо. И следующая новость, не менее странная, не менее подозрительная, в которой также не отмечен Brilliant Roleplay, это вот этот. Вот такой симпатичный интерьер риэлторского агентства появится на мобильном Brilliant Roleplay. И, типа, я не особо... То есть, некоторые пишут, там, знаете, прикольный, некоторые пишут, типа, о, там, то, сё, вот это вот, прочее. Хотя, вот, знаете, походу, я начинаю немного понимать. Возможно, что это не особо, так, знаете, реклама всего этого Brilliant Roleplay, не столько, вернее, реклама Brilliant Roleplay, сколько реклама своего другого сообщества, своего другого, возможно, журнала, CRMP Mobile. Может быть, вот так, потому что там внизу, в источниках, указан весь этот CRMP Mobile. То есть, я не знаю, я на него не подписан, я не знаю вообще, кто там редактор, кто там что делает, как там вообще, что происходит. Мне это, в общем-то, не особо интересно. Видимо, в CRMP настолько вот в всём этом мобайле ничего не происходит, что уже приходится репостить вот такие, знаете ли, посты у себя из других своих вот этих сообществ, мобайлов, Livium Mobile, CRMP Mobile, всех прочих мобайлов. Видимо, что вот всё оно происходит так. Либо же это такой, знаете, лаконичный обмен аудитории, перегон трафика, всего прочего. Я не знаю, но давайте в целом посмотрим, что там такое выпустил этот самый бриллиант роли-плей, что его запостили аж в три журнала. Это Live Mobile, это Live Sump и это CRMP Mobile. Вот, то есть, типа, у них пацаны там Live, Live, а тут CRMP Mobile. Хуя вы изменили, блядь. Вот вы молодцы, конечно. Интерьер, вот, в самом деле, то, как всё это выглядит, я прям поражён. Неужели это CRMP? Вот, самонаверное, это какой-то пререндер, вот такой, знаете, премаппинг, всё такое. И вообще сфоткано всё это с компьютера, потому что CRMP, он же обычно, какой, всё такое, знаете, в пикселях, всё такое ужатое. Будто бы разрешение экрана, там, знаете, 400 на 840 или вроде того, или... То есть, ты смотришь, всё такое какое-то хуёво. Вот, если видосы все эти на YouTube посмотреть от чуваков, то, прям, знаете, качество такое, вот, прям, пиздец. Ты смотришь, думаешь, чуваки, вы как всё это снимать? Может быть, они просто снимают всё это так хуёво, что у них там всё сжимается, пережимается. Уже во время записи, а как вы знаете, если заливать видеоролик на YouTube, то он сжимается ещё больше, там, чуть ли не в два раза. Уменьшается битрейт и вся прочая хуйня. Возможно, что из-за этого происходит нечто подобное. А на самом же деле, все эти CRMP-проекты и всё вот это вот прочее, оно, по факту, вот, более внушительное, чем мы думали. Поэтому мы, вот, всё это можем видеть. Ну, типа, возможно, может быть, я и ошибаюсь. Однако, всё прям, вот, выглядит, ну, прям круто, знаете ли, в чём дело. Я прям удивлён, потому что, зная, вот, весь этот бриллиант роли-плей, зная то, что они выпускали до этого, какие у них там были вот эти вот все их жёлто-оранжевые, блевотные, вот, все эти машины, то есть сейчас видеть вот нечто подобное, лично для меня, это прям шок. Потому что, видимо, в данном случае они действительно постарались. Может быть, я ошибаюсь, может быть, весь этот интерьер в CRMP, вот, всех этих сферах, в узких кругах CRMP-любителей, или, может быть, этот интерьер, он, типа, такой, знаете, плохой, хуёвый. Хотя, вы знаете, адепты всего этого CRMP, они оправдывают всё, поэтому, наверное, вот этот вот интерьер для них, он прям, знаете, такой, это не то, чтобы интерьер, это вот прям настоящий дом, в нём, наверное, вот прям жить можно, по мнению всех вот этих вот CRMP-любителей. Потому что они настолько любят оправдывать вещи, которые, казалось бы, оправдывать абсолютно точно не нужно. Если бы вы не оправдали, то ничего, в общем-то, и не изменилось бы, и всё было бы вот на том же уровне. Поэтому, типа, ну, не особо всё это, как вы понимаете, понятно. Однако, вот, вы видите интерьер, вы можете его сами оценить, как он вам написать, может быть, в комментарии, и всё вот это вот прочее. Набираем тут, как бы, 50 лайков, нет, давайте, какие-то, 85 лайков минимум мы тут набираем, и новый видеоролик выходит завтра же, сразу же, без опоздания и без всей прочей вот этой вот мишуры. Поэтому, если вы хотите, чтобы всё вышло без опоздания, всё вышло в срок и так далее, и чтобы, типа, вы посмотрели всё в 20.00, как это всё нужно сделать, 85 лайков набираем тут за сутки, и, в общем-то, всё выходит вовремя для всех людей. Вообще, а для спонсоров, может быть, вообще они посмотрят вместо 8 часов вечера всё это в 6 часов вечера. Однако, ладно, это всё отступление, интерьер неплохой, мне понравился. Arizona, ProLiplex, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика, вы можете туда зайти, там со всем этим ознакомиться, там всё это понять, и там всё это, разумеется, разузнать, как нельзя, кстати. Вот, поэтому заходите, узнавайте, познавайте и прочие вещи также там, как вы можете понять. Делайте всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь, кстати, на мой телеграм-канал, я, по-моему, не говорил про всё это. Там ссылочка также в описании, там рядом где-нибудь циризоны, может быть, между морским боем, может быть, там ещё где-то всё это происходит, неважно. Подписывайтесь, заходите, узнавайте и познавайте всё вот это прочее. До свидания, пока. Всем да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok